Неприятный разговор. Руководителю Росреестра Юрию Калашникову пришлось сегодня услышать немало сложных вопросов о работе своей службы. Встреча с губернатором края Александром Карлиным сюрпризов не предвещала и отчитаться было за что. По результативности работы краевой Росреестер занял четвертое место в стране. Однако тенденция отрицательная. В прошлом году количество регистрационных действий сократилось. Кроме того, так и не была налажена работа по регистрации домовладений. Ситуация с паводком 2014 года показала, в ряде населенных пунктов доля неузаконенных строений достигает 70%. А ведь государство не может брать на себя расходы по компенсации ущерба собственникам таких объектов. Отчитываясь о работе по контролю за соблюдением земельного законодательства, Юрий Калашников рассказал, 6 тысяч проверок провело ведомство в минувшем году. Большинство выездов закончились штрафом. На это глава региона напомнил, штрафы не самоцель. Контролеров хватает, а задача в том, чтобы земля в крае использовалась по-хозяйски. Также отметил губернатор, чиновники должны помнить их обязанность сделать получение государственных услуг удобным. Для этого в крае создана сеть многофункциональных центров. Но при том, что МФЦ Алтайского края признан лучшим в стране, услуг Росреестра здесь оказывают меньше всего в Сибири. Почему на этот вопрос Калашников не дал внятного ответа? Как и еще на один, об оценке объектов недвижимости. Профессиональная организация, которая состоит в структуре СРО, приходит, дает одну оценку, через некоторое время на этот же объект приходит из этой же СРО или из другой, другая организация, руководствуется теми же методиками и дает, я понимаю, рынок меняется. То, что вчера стоило одни деньги, может сегодня стоить больше или меньше. Но это не может быть в десятки раз отличаться.